Это итоговый выпуск новостей в студии Анастасия Дорогана и в ближайшие полчаса о главных событиях недели. Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула. Юрия Еремеева подозревают в получении взятки в значительном размере. Сотрудники ФСБ предварительно установили, что в период с 2015 по 2016 годы на должности главы администрации Центрального района Барнаула подозреваемый получил взятку. На принадлежащем ему земельном участке некий гражданин выполнил строительно-монтажные работы. За это ему обещали назначение на руководящую должность в районную администрацию. В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, в отношении него следователям Следственного комитета будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Устанавливаются иные факты незаконной деятельности бывшего чиновника. Рынок рухнул. Число выданных ипотек в Барнауле в апреле, по данным риэлторов, снизилось на 70, а то и на 90%. Из-за 12% ставки льготной ипотеки люди просто перестали брать жилищные кредиты. Что происходит на строительном рынке региона, почему в крае могут перестать возводить социальные объекты, расскажем далее. Рынок недвижимости за последние пару месяцев серьезно лихорадила. По данным риэлторов, после 24 февраля спрос на жилье резко замер, затем также резко оживился. В середине марта случился ажиотаж, особенно людей интересовали новостройки. Застройщики даже пытались всячески сглаживать ситуацию. Один из застройщиков выставлял новый объект в продажу в воскресенье вечером. При этом уже к концу вечера все было забронировано. Другой застройщик в 12 ночи, например, открывал бронирование. При этом в 12.15 бронирование было остановлено из-за того, что все лоты были разобраны. Слезы и истерики были позже. Риэлторам пришлось успокаивать клиентов, когда один из банков пообещал в конце марта выдать ипотеку по старой ставке, но обещания не сдержал и сделки сорвались. Сейчас рынок стоит, спроса нет как на новостройки, так и на вторичку. В перспективе, считают риэлторы, это может привести к снижению цен. Что сейчас пользуется спросом, так это частные дома. Способствуют этому сельская и семейная ипотеки, где ставка не превышает 6%. Что будет со строительством и ремонтом социальных объектов – большой вопрос. Герпподрядчики выходить на объекты, на такие объекты не собираются, потому что они не отвечают по ценовой составляющей, требуем сегодняшнего дня. Потому что, ну, заведомо идти на убыточный объект, не пересчитанный, но, наверное, самоубийств здесь нет. Суть в том, что еще в прошлом году сильно выросли цены на металл и стройматериалы. Те контракты, которые подрядчики уже разыграли, оказались убыточны. Цены продолжают расти и после 24 февраля. Увеличиваются и транспортные расходы. Подрядчики не знают, что делать. Цены выросли там, говорят, там 10%, 15%. Да вы по сегменту-то срезы сделаете полностью. Мы делали эти срезы по сегменту. Там 100%, а где-то и 250%. А сегодня еще и импортозамещение. А импорт чем замещать? Когда у нас многие составляющие у производителей, а не европейского производства. Главная тема всех этих событий заключается в том, что никто не понимает, а главное боится. Потому что есть просто откровенное выражение, что лучше пусть снимут с работы, но меня не посадят. Многие за круглым столом отмечали, что меры поддержки строительной отрасли, принятые на федеральном уровне, в нашем регионе не работают. К примеру, в Москве предложили авансировать подрядчикам 50, а то и 70% стоимости контракта. Но у нас в крае такого документа нет. И это лишь один пример. То, что принимает федеральная правительство, надо быстрее принимать здесь, на местах. Сегодня пакета много принято уже. Но основные. Это и по аренде земли, это и по определению единственного поставщика, пересмотр контрактов. То есть нужно вот эти сдвинуть и принимать смелее решение. Тогда это пойдет, и строители поймут, что им будут возмещаться, и они будут строить, им будут возмещаться затраты по этим объектам. А пока подрядчиков остается все меньше, крупных можно уже пересчитать по пальцам. К слову, приглашенные на круглый стол представители регионального Минстроя на заседание не пришли. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Остается полгода до муниципальных выборов, которые пройдут в сентябре 22-го. Жителям нужно будет определить своих представителей в гордомы, районные собрания и сельские советы. На территории региона пройдет 600 компаний. Будет разыграно 6 тысяч депутатских мандатов. Эта компания будет самая масштабная в стране. Мы поговорили с политологами о некоторых ее особенностях. В частности, насколько большого обновления ждать жителям. По обновлению я бы пока не стал так говорить. Обновления однозначно будут. Но в каком процентном соотношении сложно предположить. Называются обновления и до 30%, и до 60%. Но это всего лишь прогнозы. Если сейчас судить по предварительному голосованию партии «Единая Россия», то там уже порядка 200 у нас кандидатов зарегистрировалось на сайте. И там очень много представителей молодежи. Есть представители молодой гвардии и студенты. Поэтому очень перспективная команда, которая идет на выборы от «Единой России». Но опять же, результаты голосования мы узнаем только в конце мая. «Единая Россия» с праймерисом не совсем выиграла. А коммунисты выдвинут, неважно кого, за них все равно будут голосовать. А ЛДПР. А у нас очень любят Жириновского за то, что он предсказал все. Из-за этого предсказать, что будет в гордуме Барнаула, невозможно. К власти и в гордуме Барнаула придут 40 плюс-минус. И это будет показатель, который на следующую пятилетку нашу сделает некий новый заход. При этом, скорее всего, это будут в большинстве новые люди. Вот те, которые «ноунеймы». По-разному эксперты смотрят и на возможность сюрпризов на муниципальных выборах, как это произошло на парламентских осенью. Сразу бы хотелось посмотреть ситуацию прошлого года и ситуацию этого года. Они очень сильно отличаются, на мой взгляд. Потому что прошлый год, как мы все прекрасно помним, была очень сильная пандемия. И очень было много ограничений, связанных с свободой перемещения, либо с какой-то деятельностью. И у Леи просто накопилась усталость. Это была психологическая усталость. И действительно, в этом плане прошлый год был таким тревожным. Я думаю, что это тоже отразилось на результатах прошедших выборов. В этом году мы, слава богу, уже пандемию практически победили. Вот у нас даже ряд регионов уже и масочный режим отменил. Поэтому возвращаемся в нормальное русло, продолжаем жить, работать. Ну и в целом, общественная политическая обстановка, внешняя обстановка, она тоже меняется. И у людей теперь уже, возможно, даже какие-то другие оценки формируются. И, возможно, это тоже будет влиять на результаты выборов. Поэтому я бы не стал переносить прошлый год на 2022 год по выборам. Ну и уровень кампании разный, и кандидаты будут другие. Ну и сама повестка уже тоже будет очень другая, очень сильно изменится, я думаю. Для Алтайского края, если мы, опять же, возвращаемся к нашим выборам, неожиданностью, а может быть, уже понимаем, что это неожиданность, это уже данность, мы однозначно увидим списки кандидатов, которые не будут собирать подписи, а двух политических партий, это партия «Новые люди» и партия «Коммунисты России». То есть, если раньше они собирали подписи, и мы знаем, допустим, в кровоизогнательное собрание «Новые люди» не смогли собрать качественных подписей, и поэтому не участвовали в выборах, коммунисты России смогли и участвовали. И тем самым коммунисты стали у нас партией регионального парламента, то есть в Алтайском крае они имеют своих представителей, а «Новые люди» имеют своих представителей в Государственных Думах. То есть, это позволяет им без сбора подписей уже регистрировать своих кандидатов на муниципальных выборах. То есть, вот здесь уже как бы можно подумать, что будет немного перераспределения политических сил в городских, в районных собраниях депутатов, может быть, на поселенческом уровне тоже эти кандидаты смогут зайти при поддержке этих партий. Вот, в принципе, это, я считаю, главным таким моментом, который на этих выборах отличает нас от выборов прошлых. Если мы говорим про Рубцовский, БИСК, у них выборы будут происходить по мажоритарной системе. То есть, это округа, без партийных списков, то есть пропорционально представительства уже партии не будет. Поэтому будем вот здесь смотреть, какой будет расклад по кандидатам. Избирательная система в России, она постоянно видоизменяется. Было время, когда упор делали на политические партии, на федеральном уровне выборы в Госдуму проходили, только по спискам политических партий. Потом вернулись обратно к смешанной системе 50 на 50, то есть пропорциональная система 50% и мажоритарная 50%. Вот, аналогичная ситуация происходит и на региональных и местных выборах органов власти. В Бармольскую городскую думу впервые смешанная система была испробована на выборах в 2012 году. Вот, 50% из 40 сбирается по партийным спискам, и 50% по одномандатным кругам. В принципе, эта система в Барнауле сохраняется, и в сентябре этого года выборы пройдут по смешанной системе в городе Барнауле. Для Бийска и Рубцовска будут только округа. То есть они вышли от смешанной системы, то есть решением местных депутатов проголосовали, что выборы проходить будут только по округам. Вот в Рубцовске это двухмандатная округа, то есть получается депутатами становится по два человека от одного округа. То есть первый и второй номер, который набрал максимальное количество голосов. Не так давно провели соцопрос, который показал, что Единая Россия с КПРФ один в один, и при этом, ну, грубо говоря, любой кандидат КПРФ уже может выиграть Единоросса. Ну, или там Единоросс с трудом выиграет. А вот дальше, третьим, просто так, стоит партия «Новые люди». И для нас это удивительная история, которая показывает, что перемены хотят люди. И вот за перемены они будут голосовать. Любой новый новичок может спокойно выиграть действующего депутата, потому что жители думают, что он что-нибудь делал, несмотря на его бэкграунд. В целом же, как считает Сергей Струченко, эти выборы будут менее политизированы. Это объясняется их масштабом. Кандидаты в депутаты будут обращаться к локальным проблемам. Сегодня на первый план выходит у нас экологическая повестка. Вот, в принципе, все партии на этом поле работают. Но, как мы видим, меньше политизации. Потому что местные выборы, они все-таки максимально приближены к населению, да. И какие-то идеологические вещи, они иногда избирателями не воспринимаются. Потому что все хотят, чтобы у них были благоустроены дворы, отремонтированы дороги, работало уличное освещение, ну, или какие-то ряд других местных вопросов решалось. И для этого, как бы, власти и работают. То есть, на самом деле, мы же должны понимать, что задача любой власти – это не решать проблему, а заранее ее предвидеть и решить, чтобы жители уже видели, как власть эффективно работает не по обращениям, а до того, как жители хотели бы эту проблему подсветить. Есть еще одна особенность, и связана эта с муниципальной реформой, которая упразднит районы и создаст муниципальные округа. Главная особенность этих выборов вообще завязана в том, что у нас с 23-го не будет такого количества муниципалитетов. То есть, мы сейчас выбираем в Алтайском крае сельские советы, районные советы, но они должны себя с 23-го года прекратить. Ну, вот, по законодательству, которое в Москве принято. И это, наверное, главная вещь. То есть, мы выбрали депутатов сельсовета, которые сам и себя через год запретили. И это одна из главных, наверное, вещей, которые в этом году будут. И тем не менее, по мнению Константина Лукина, эти, пусть и не такие масштабные выборы, будут интересны. Главным образом, перспектива их итогов. Кто получит муниципальные фильтры, сможет выдвинуть своего кандидата в губернаторы, зависит от того, что в этом году какая-то партия получит. И в первую очередь мы будем видеть битву справедливой России с КПРФ между собой. Ну, в Единой России понятно, и так всегда есть все. Но, а вот по Апплитонным партиям мы увидим прям борьбу между справедливой Россией и КПРФ. С приходом весны обнажилось все то, что тщательно скрывалось под снегом. Строительный, коммунальный и бытовой мусор буквально усыпал разные части города. В некоторых районах появились новые несанкционированные свалки. При этом старые никто так и не ликвидировал. Об одной из таких свалок, а также о мерах, которые, по мнению специалистов, необходимо принимать уже сейчас, расскажет София Яценко. Около года назад к нам в редакцию с жалобой обратились жители улиц Минская и Витебская. Пустырь возле их домов превратился в свалку из строительного мусора. Мы отправляли запросы властям, которые уверяли, свалку ликвидируют. Однако, даже спустя столько месяцев свалка по-прежнему на месте и обросла еще и бытовыми отходами. Салфетки, бутылки, остатки продуктов. Ассортимент мусора продолжает расширяться. Не без участия местных жителей, однако, большая часть – люди ответственные и жить в такой обстановке устали. Но, несмотря на многочисленные жалобы и просьбы местной власти, проблема не решается. Я не знаю, куда обращаться или что-то. Ну, просто никому ничего не надо. Это просто самим нанимать, наверное, довозить. А самим тоже нанимать, сами понимаете, немалые деньги будут. Я говорю, ну, чем вот так вот захламлять, ну, свезли бы вниз. Там засыпай, засыпай, не хочу. Городская администрация подтверждала – свалка несанкционированная, ситуацию возьмут на контроль. Но, по факту, из принятых мер – табличка с информацией о штрафе, которая давно смешалась с мусором. Там все бутылки, все. Ну, алкаши, конечно, тут, дай бог, лазят. Тут, наверное, собак подкармливают, собаки бегают стаями. Там все, там все. Вообще ужас, невозможно. А если сейчас лето будет? Сейчас, знаете, какая вонь будет здесь стоять? Помогите, пожалуйста, ну, уберите. Вон яр, пожалуйста, можно засыпать. Людям будет легче. Там, так, ну, спускаться будет это. Там засыпят, и людям будет хорошо. И этой свалки не будет. К слову, люди готовы расчистить территорию, только вот сначала нужно вывести строительный мусор и твердые коммунальные отходы, которые продолжают свозить сюда из разных частей города. Мы готовы были бы почистить вот эту площадку, что-то сделать. Здесь можно поле волейбольное какое-то сделать, и все бы, не только дети выходили. Но мы не можем добиться даже, чтобы вот это вот убрали этот мусор. Куда смотрит администрация? Я думаю, что надо задуматься и не сидеть в кабинетах, а выходить, и приезжать на участки, смотреть и принимать решения. А это уже другая часть города – проспект энергетиков. Но ситуация здесь практически не отличается от предыдущей. По всей территории промышленной зоны наблюдаются горы мусора. Складируют все – от кирпичей до обрезков животной туши, которую растаскивают бродячие собаки. К слову, такая проблема с каждым годом становится серьезней. На сегодняшний день только по официальным данным в Алтайском крае – 1033 несанкционированных свалок. Если эта земля муниципальная, то должен убирать муниципалитет, то есть или район, или города, либо какого-то образования. Если это промышленная территория, то убирает собственник данной территории. Если это частное какое-то подворье, то, соответственно, владелец частного дома или многоквартирного дома. Сейчас непонятна вот эта ситуация, когда именно ТКО вывозят. Потому что все платим все равно, вне зависимости от того, как стартовала мусорная реформа. Но, тем не менее, чище не становится. И проблема консолидирована, если говорить, то в терресхеме она даже посчитана. То есть, три года назад это рассчитывалось 12,4 миллиарда рублей для ликвидации. Это только тех 1033, которые официально есть в территориальной схеме. По словам специалистов, для предотвращения роста числа свалок, людям в первую очередь необходимо научиться брать на себя ответственность. Допустим, я делаю ремонт в квартире, у меня много строительного мусора. То при вывозе, при найме какой-то коммерческой организации, нужно просить от них квиток о том, что данный мусор увезли на полигон. Потому что плечо доставки мусора у нас порой очень большое. То есть, допустим, если везти с центрального района до полигона, это плечо в одну сторону более 30 километров. Соответственно, предпринимателю проще выбросить этот мусор где-то в лесу и не платить за его утилизацию. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но мы имеем то, что имеем. Убирать. Очень часто нам говорят, ну это же не мы, мы же не мусорим. Я в таких моментах говорю, я вот тоже не мусорю, и что? То есть, как бы, ну оптимальный вариант, конечно, убирать и сохранять. В чистоте не просто убрал и забыл об этом. А убирать, вешать таблички, да, что здесь навели порядок, такие-то, такие-то. Просимся держать это место в чистоте. Как правило, люди очень хорошо откликаются на такие вещи. Власти и общественники с многочисленными свалками бороться пытаются. Однако пока принятых мер явно недостаточно. Субботники и прочие мероприятия по уборке территории, по словам специалистов, решить глобальную проблему не способны. Совместно с общественной палатой эту тему обозначили на уровень правительства Алтайского края. И, я думаю, в ближайшее время будет даже инициирован законопроект для того, чтобы регулировать эту сферу. Потому что буквально вот от этой локации, ну, так скажем, практически в шаговой доступности есть предприятие, которое занимается переработкой. Стоит оборудование, простаивает, да, вокруг него огромные завалы строительных отходов, которые не перерабатываются. И все же активисты и волонтеры призывают барнаульцев к осознанности. Специально для спасения города от хлама организаторы «Экодвижения мусора больше нет» проводят акцию «Чистые игры». Люди собирают мусор с правилами раздельного сбора, то есть металл отдельно, пластик отдельно, сдают на склады с купщиком, получают за это баллы. И в итоге побеждает команда, которая заняла, набрала больше всего баллов. То есть помимо уборки мусора есть еще экологические загадки, есть еще площадка отряды «Лиза Аллер». То есть это не просто уборка, а это такое приключение, я бы так сказала. Это уже шестая по счету игра, в которой предлагают принять участие всех желающих сделать город чище. Для мотивации победители наградят ценными призами. «Чистые игры» пройдут в воскресенье 23 апреля, начало в 11 на остановке «Школьная» на Кутузова. А через неделю всех желающих приглашают на городской субботник. Если уж мусорим вместе, то и убирать давайте общими усилиями. София Ценка, Дмитрий Денисов, День с толком. Совсем скоро два Алтая станут центром российского туризма. Людей, которые приедут отдыхать в Алтайский край и Горный, ожидается небывалое количество. И связано это не с праздничными майскими днями, а прежде всего с тем, что многие зарубежные курорты для россиян недоступны. Готов ли Алтай к встрече такого турпотока? Каков уровень сервиса? Поднимутся ли цены на услуги? И может ли наш турбизнес конкурировать с иностранным? Узнавала об этом Валентина Аскерова. Бурные горные реки, кристально чистые озера и мощнейшие водопады. Горный Алтай, колыбель туризма. Напитаться чистым воздухом сюда приезжают и возвращаются из года в год сотни тысяч человек. Я приехала с мужем буквально на четыре дня и могу сказать, что это совершенно отдых для души. Тут наполняешься энергией, природой, красотой. Закрытые границы направили людей в регионы, в уникальные территории. Число туристов выросло в разы. Базы Горного готовятся к сезону с апреля. Туристический поток вырос на нашей базе по сравнению с прошлым годом. Реально процентов на 60, на 70. С учетом того, что в прошлом году мы открывались где-то в середине лета, 15 июля официально мы открывались, ну как тестовый заезд у нас начинался с 15 июля, то у нас было полное заполнение. Сейчас у нас заполняемость с 1 мая уже плотная. Спросу на внутренний туризм поспособствовало не только закрытие границ, но и развитие авиасообщения с Горным Алтаем. По сравнению с допандемийными временами, количество туристов, приезжающих на Алтай, выросло в два раза. Это поспособствовало развитию авиасообщения между горноалтайскими и другими регионами нашей страны. Так, в прошлом году напрямую в Горноалтай стали летать самолеты из Казани, Питер, Новосибирска и Екатеринбурга. А в этом году прибавится еще и Сургут. Причем туристам стало проще не только добираться до республики Алтай, но и с комфортом передвигаться внутри региона. Сотни километров до отдаленных точек Горного можно преодолевать по небу. Меньше чем за час, а не за семь на автобусе. Люди все чаще едут посмотреть на наш Марс, марсианские пейзажи. Конечно, Усть-Коксинский район, благодаря горе Белуха, набирает тоже популярность. Многие сейчас прилетают именно в Усть-Коксу. Ну, этому тоже способствует внутреннее авиасообщение. У нас есть рейсы в Кошагач, в Коксу. Если говорим 2020, 2021 и начало 2022 года, цены держались на уровне обычном. То есть не было какого-то резкого подъема. Но сейчас, конечно, мы видим, что и базы, и рестораны поднимают цены. Но это объяснимо. Там ситуация экономическая изменилась. У нас в Республике Алтай разбег будет от полутора тысяч до ста, наверное, если вот такое сделать. На любой вкус. На любой вкус турист абсолютно с любым уровнем дохода и с любым пожеланием по уровню сервиса сможет найти в Республике Алтай комфортный для себя вариант. Тем не менее, Республики Алтай в плане совершенствования туризма есть куда стремиться, рассказывает архитектор-дизайнер Ольга Дмитриева. Хочется, во-первых, работать с тем, чтобы у этих баз была уникальность. То есть они сейчас все одинаковые, типовые, хотя находятся в разной местности. Мне не хватает какой-то архитектуры как раз разных народностей. А для того, чтобы повысить привлекательность горного, нужен дизайн-код. И он уже начал зарождаться в Республике. Известный архитектор Александр Деринг занимается его разработкой в Чемале. Под его рукой этот район преображается на глазах. Чемал постепенно стал превращаться в какое-то, я не знаю, подобие оптовки, какой-то оптовой базы. То есть такая дезорганизованная, неорганизованная застройка, хаотичная. Постепенно выправляется, так скажем, застройка. То есть такого хаоса теперь нет. Мы, кстати, и предложили здесь размещение рекламы и надписей. Тоже это очень важно, чтобы это не было похоже действительно на какую-то базу оптовую. Поэтому там регулируется высота букв, шрифтов. То есть то, что положено и нужно делать, это было сделано. Конечно, цветовая гамма. Рыжие оттенки серого, сиреневого и бирюзового цвета – таков цветовой код Чемала. Своего уникального лица ждет и алтайский край. Но владельцы алтайских баз не обращаются за помощью к архитекторам. А ведь это бы сыграло на руку туристической отрасли в целом. Круглогодичный курорт Белокуриха. Сюда в любое время года стекается огромное количество туристов. Но если в горном Алтае поток туристов ждут в начале мая, то в алтайской здравнице уже сегодня яблоку негде упасть. Закрытием дорог за границу. Здесь очень много стало. Чем больше отдыхающих, тем больше у нас работы. Москва приезжает, да, в принципе, даже и возвращаются. Потом несколько раз есть постоянные гости, которые любят Белокуриху, им здесь нравится. Также из регионов Сибири приезжают. Ажиотаж спровоцировал и рост цен. Если в обычных домиках, которые сдают местные, можно арендовать жилье от тысячи рублей, то цена в некоторых санаториях выросла еще в марте. Отдых с лечением теперь стоит от пяти тысяч рублей за сутки. Но туристы готовы платить. Почему выбираете алтайский край? Нам очень нравится здесь воздух, природа, люди, отдых. Закрытие меня не волнует. Мне больше нравятся наши российские курорты. А это знаменитое озеро Ая. Пока еще покрыто ледяной коркой. Вокруг десятки баз. В сезон здесь ажиотаж. За стандартный двухместный номер в сезон придется заплатить около четырех тысяч рублей. Кстати, многие россияне в социальных сетях регулярно жалуются на недостаточный уровень сервиса. Как в горном Алтае, так и в алтайском крае. Мол, суммы неприличные, а элементарные удобства есть не всегда. Элементарные базовые – это туалеты, но чистые. И какая-то там вода. Может быть, некоторые точки питания. Ну, какие-то вот такие вот вещи. То есть не нужно там застраивать, мне кажется, Алтай, превращать это в Турцию или там в побережье Сочи. Но какую-то вот базовую, базовые какие-то пункты, где человек может отдохнуть, вымыться, сходить в туалет, там, не знаю, перепеленать ребенка – это прям необходимо. Такие обычные меры сделали бы два Алтая местом, куда хочется не просто возвращаться за живописными видами, но и комфортом. Причем, возможно, и после того, как зарубежные курорты откроют свои двери, российские туристы не захотят туда возвращаться. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаул стал третьим городом в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, где представители движения «Мусора больше нет» проводят акцию «Рекс.Пекс.Эко.Квест». В течение недели участники квеста, дети от 6 до 12 лет, в ежедневном режиме получают задания на тему экологии и экологичного потребления. Чему учат малышей, узнавала Татьяна Голубева. Беру вот эту вот коробку, просовываю руку, там дырка, и когда дырка появляется, я ее складываю. Валентине пока 5 лет, но вместе с мамой они решили, что это не помеха для участия в «Эко-Квесте». Тем более Валин и родители еще до ее рождения сортировали мусор, теперь просто делают это вместе. Включается даже Семен, самый младший в семье. Каждый день на протяжении недели организаторы квеста присылают им разные задания на тему экологии и экологичного потребления. К примеру, на днях семья перерабатывала дома использованную бумагу. Посмотрите, какие у нас получились красивые сердечки Валентинкина на следующий год. Валь, какое сегодня задание у тебя? Сделать видео и сортировать мусор. И еще мы ходили обувь ремонтировать. То есть нужно показать, что можно не только новую покупать, но и старую отремонтировать. Видео с заданиями Кудрявцевы отсылают в группу ВКонтакте. Туда же свои отчеты шлют и другие участники. В этом году «Эко-Квест» проходит в трех городах – Барнауле, Москве и Санкт-Петербурге. В краевой столице, говорят организаторы, сначала заявилось больше 40 участников. Осталось 7. Может быть, многие родители подумали, что это больше будет теория, чем у нас там и теория, и практика. Может быть, все-таки еще погодные условия тут повлияли. Никому в такую погоду сильно не захочется искать эту площадку, тащить своего ребенка. Ну и все-таки, да, самому тоже нужно быть маленько в теме экологии, раздельного сбора. Семью Кудрявцевых дождем и холодом не испугать. Задание – найти площадку с раздельным сбором мусора, а она у них во дворе, успешно выполнено. Это главное. Давай скорее. Пошла путешествие. Победители Экоквеста выберут уже скоро, с учетом набранных баллов. Предпочтение отдадут конкурсантам, которые выполняли задания в большей степени самостоятельно. Они все доверили родителям. Главный приз – проживание в гостевом доме Горного Алтая. А еще интересные настольные игры и не только. Кудрявцевы очень верят в победу. Но даже если этого не случится, все вместе продолжат сортировать мусор. Потому что понимают, для чего это делают. Чтобы природу беречь. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова